И сейчас у нас будет прямое включение нашей корреспондентки Елизаветы Кротик. Она расскажет обо всём, что происходит в Николаеве Елизавета. Здравствуй, тебе слово. Здравствуйте. Ну, вчера российские войска обстреляли два квартала, два района города. В результате этих обстрелов есть двое погибших. Один мужчина умер сразу на месте, второго госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Также ещё есть двое раненых, об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич. Вообще обстреливают жилые районы города именно с далекобойной тяжёлой артиллерии. Именно системная установка пиона. Вес одного снаряда приблизительно 110 килограмм. И вот уже с 26 мая длятся эти обстрелы. Поэтому власть города рекомендует жителям Ингульского корабельного района, также сёл на полигон Николаевское выехать на несколько дней. Если нет такой возможности, то прятаться в бомбоубежище. Вообще вчера поговорили с очевидцами, которые видели эти взрывы, потому что взрывы были в 4 дня, то есть все люди находились дома. Один из взрывов произошёл в 200 метрах от детской площадки. На счастье нету пострадавших среди детей. Но вот очевидцы говорят о том, что снаряды прилетают прямо во двор. В многоэтажах пролетали все окна. Вообще повреждения в двух многоэтажках. Также 4 дома в частном секторе. И вот люди рассказывают, что один из мужчин выходил просто из дому, и снаряд прилетел прямо во двор, поэтому мужчина погиб на месте. Также повреждены много автомобилей. Людей рассказывают, что в квартирах также повылетали все окна, все стены. То есть ущерб действительно большой. И как я уже сказала, что стреляют именно с этой далекобойной тяжёлой артиллерией. Вот в течение этих несколько дней также есть и раненые, и погибшие. Системные установки они размещают в Кирсонской области. Поэтому так и получается, что долетают на окраины города и районы, которые на окраинах города. Также обстреливают активно и область. Город Очаков Николаевской области уже третий день под обстрелами, точнее третью ночь, потому что стреляют именно кассетными боеприпасами ночью. Вчера и позавчера нету раненых, нету погибших. Просто повреждено много живых домов именно в районах, где живут люди, и где люди не успели выехать, но, к счастью, успели спрятаться, потому что до этого были слышны взрывы. И вот сегодня тоже ночью местные жители сообщали о мощных взрывах. Говорят, что тоже звуки похожи на обстрелы кассетными боеприпасами. Но сейчас никакой ещё официальной информации нет. Ждём от местной власти информацию, есть ли раненые, есть ли погибшие, и какие вообще повреждения. Лиза, а известно ли вообще о настроении людей? Потому что есть рекомендация эвакуироваться, есть рекомендация хотя бы выехать из опасных районов. Следуют ли этой рекомендации люди? Известно ли тебе что-то? Вот я знаю, несколько дней удалось пообщаться с людьми, которые выехали как раз с села Полигон. Они выехали с помощью Красного Креста. Сразу же на следующий день после этой рекомендации люди говорили, что действительно обстрелы начались активные, находиться в доме было невозможно. У некоторых были повреждены дома, повылетали окна. У кого-то ещё до этого были повреждения, но в связи с этими постоянными взрывами и обстрелами уже не могли находиться просто и дома, и решили выехать. Насчёт самого Николаева и районов, то знаю, что жители Корабельного района сразу после 26 мая, тоже после обстрелов, решили выехать наконец-то. Кто-то выезжает просто в более безопасные районы города, кто-то именно из города выезжает. Но именно в Корабельном районе взрывы действительно очень частые. И также в один из дней, когда обстреливали, есть тоже погибшие мужчины, которые просто вышли за водой из дому, из своей квартиры, и в этот момент прилетел снаряд. То есть мужчины погибали сразу же на месте. Традиционный вопрос. Какая гуманитарная ситуация в городе? Потому что время от времени обстоятельства, конечно, меняются. Вот как сейчас? Знаю, что много гуманитарной помощи приезжает в город Николаев. И, как я уже говорила, Красный Крест помогает, и другие волонтёрские организации. Знаю, что жители сёл разных организовываются группами, возят людям гуманитарку в свои сёла, тем людям, которые не могут выехать. Но я могу часто слышать от людей, что они знают, к примеру, что гуманитарка должна была приехать в город, но она не приезжает. То есть у людей возникают вопросы. Сейчас все журналисты пытаются узнать, куда же девается гуманитарка, но пока никакого результата нет. Выясняем, узнаём, куда же всё-таки девается, и на каком промежутке она пропадает и не доезжает до города. Елизавета, я благодарю за работу. Конечно же, благодарим за оперативную, чёткую и понятно изложенную информацию. Напомню нашим зрителям, что Елизавета Кротик, корреспондент из Николаева, была с нами на прямой связи, рассказала, как сейчас живёт город, где опасно и какая в целом ситуация и настроение в городе. Ну и далее переносимся по всем регионам нашей страны, а в свою очередь поговорим про Донецкую область. Там эвакуация мирных жителей продолжается. Каждый день украинские полицейские помогают быстро собирать вещи людей и увозить их в безопасное место. Люди с трудом и болью в сердце покидают свои дома, но каждый понимает, что оставаться в таких горячих точках всё сложнее. Наш коллега, корреспондент, шеф-редактор украинского телеканала и навещания UA Алексей Мацука сейчас находится на Донбассе и каждый день собирает максимум информации, чтобы вам её донести, чтобы вы понимали и знали, что сейчас там происходит. Так вот, сейчас Алексей Мацука именно в Славянске. Давайте посмотрим его специальный материал оттуда. Вот такие эвакуационные автобусы ежедневно приезжают из посёлка вокруг Славянска. Это небольшие населённые пункты. Местная полиция совместно со службой по чрезвычайным ситуациям помогают каждому и каждой, кто решился уехать из обстреливаемых российской армии населённых пунктов. Для них специально организован бронированный автобус, а также на месте здесь, на окраине Славянска, почти на трассе, которая разделяет эти посёлки от этого населённого пункта, ждут уже волонтёры, Красный Крест и автобусы дальше в безопасные места Украины. Украинских полицейских встречают здесь не просто так. Их целуют. Эта женщина живёт с двумя детьми. Они выходят за гуманитаркой, которая есть в автобусе. Стойте, стойте. Вырешай, давай! Те, кто не уезжают, получают гуманитарную помощь. Те, кто готов эвакуироваться, уже в автобусе. На посадку отводится пару минут, чтобы не попасть под обстрел. Полицейский заходит в дом, на заборе которого написано, здесь живёт семья с детьми. Там Дима уже нашёл, куда ехать. Погонил тебе? Я возьму. Давай сначала ты поедешь, потом они за тобой. Как выясняется, там четверо детей в одном доме. Не уезжают, а значит им оставляют запас еды на неделю. Полицейские ставят коробки с продуктами прямо на крыльце. Следующая точка. Здесь женщина ждёт автобус. Собиралась на скорую руку, так как всю ночь пряталась от обстрелов. Страшно и сейчас. Хочет быстрее заскочить в бронированный автобус. Там безопасно. Уже сидя в автобусе, она крестится. Перейди долгожданный момент, без подвала и взрывов. Перейди надежда. Автобус едет по райгородку. Водитель, полицейские, сотрудники МЧС внимательно смотрят в окна. Вдруг кого-то увидят. Забирают всех, кто хочет уехать. В салоне спокойнее, чем снаружи. Чувствуется, что люди немного расслабляются, улыбаются. Ведь теперь они в надёжных руках и под сильной защитой Украины. Украины. Всё, выходьте, выходьте. Я выходю. Грузите, я не верю. У этой женщины умерла на днях дочь. Пошла пасти корову и попала под обстрел. Скончалась на месте. После похорон решила уезжать. Собрала четыре сумки и пакет с документами. Сколько им было рокю? 51. 51 корову гнала. Видно, на троплятой корову убила. Убила. Дочечку мою Лену убила. Убила. Господи. Кто её убил? 50 лет. Моя ты, зайка. Только жив. Ой. Ой. Спасибо. Приехали, Людочки добрые. Какой забрать нас? Ой. Пошли домой. Ой, ищешь на досмаху. Что? Какого наш бедненького? Пшенина. Скажи Путину, проклянуй его. Чтоб он гнил живьём с собакой. Чтоб его черви живьём ели. Давай, 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 давай. Да, он войны заходил. Ой, Боже. Это вы не говорите. Войны ищешь. Это документы бабушке отдать. Это документы? Ага. Без тебя поедут. Скажут, что ты потеряла твоей славы. Ой. Девочки, не жалейте ни за чем. Будь воно всё неладное. Вы сами живи. Ой. По соседству ещё одна пенсионерка сама ходит с трудом. Помогают, ведут и подбадривают. Эта женщина идёт отпускать свою собачку, которая осторожила двор. Забрать с собой она её не может. Отпускает четверолапого. Теперь он сам по себе, без своей бабушки. Видно, как она волнуется и не может с первого раза снять поводок. Ведь это может быть последняя их встреча в жизни. Прикрыто, да. Что отсюда ещё берём? Вставайте, вставайте потихонечку. Ребята, наш покрывал. Да. Коляска есть, всё есть. Сейчас как-то ещё жадеть надо. Оп, оп. Документы, батя, где документы? Ну и в мешок, а там всё. Где мешок? Вот здесь мешок забываем, да? Ага. Вот тут документы? Владимир. Владимир. А фамилия как Владимир? С мелковым. С мелковым. Оп. Всё, сейчас сделаем. Сейчас, сейчас, секундочку. Я за ним ухаживаю. Понял. Так, надо сандалии ки-то, деду. Возьми какие-то папочки. Паш, возьми папочки. Да, да, да. Всё складывается, она должна сложиться. Да. Всё. Всё. Придерживайте, просто придерживайте. Всё. Всё. Всё, что это было внизу, наверное. Прибыли? Да, да. Как состояние? Нормальное. Всё хорошо. Сколько вы там сидели? Не, ну, с самого начала, да? Да, с самого начала, с февраля месяца. И что вы сейчас решились уже? Решились. Уже сил нет. Мы сейчас не думали, да? Да. Прибыл автобус из посёлков вокруг Славянска. Сегодня удалось эвакуировать 18 человек. Все эти люди много дней, недель подряд находились под непрекращающимися обстрелами. И вот решились, наконец-то, покинуть эти небольшие посёлки, чтобы эвакуироваться дальше уже в более безопасные места. А здесь есть и люди в возрасте, и помоложе. Как вы себя чувствуете сейчас? Ой. Сколько вы там сидели под обстрелами? И дошли. Держите руку. Ну, сегодня страшно. Я сама. Самый страшный вчера был, да? Сегодня тоже. С утра. Две. Вам сколько лет? Сколько? Восемьдесят четыре. Четыре. Дайди и доехай дальше. Девка еду. Дайк мне еду. Здравствуйте. Здравствуйте. Довезутся. А ну, как вы себя чувствуете? Спасибо добрым людям. Вот так я знаю. Эти автобусы отсюда из Славянска отправляются ежедневно. Каждый день люди в райгородке и в других небольших населённых пунктах между Лиманом, которые сейчас под контролем российской армии, и Славянском, знают, что из города Славянска уходят автобусы. В общем-то, не каждый решается уехать прямо сразу, но шанс уехать есть всегда. Вот сейчас, например, здесь люди, видите, кто в куртках, кто с вещами, автобус сам по себе бронированный, и несмотря на то, что они уезжают сейчас оттуда, из посёлков с активными боевыми действиями, здесь, в Славянске, тоже слышно интенсивная стрельба постоянно. Куда дальше? До дочки. Куда? Киев? Киев? Да, до дочки. Сколько вам лет? Сегодня 72 года. У вас день рождения? Мы вас поздравляем. Спасибо. Берите себя. Сколько вы решали для себя, что уехать в парад? До последнего времени. До последнего, да? У меня четыре канала в огороде. От прилётов? Вот ваши сумки. И вы прятались? Все это в лимон. Воду пьем. Есть куда ехать дальше? Мы будем смотреть. Вот это все, что у вас две сумки с собой и все? Ну мы втроем. Втроем две сумки, да? Все, что успели собрать, да? Да. А вещи там остались еще? Да. Ну хатая просто. Угу. Алексей. На. Давай я сюда направлюсь. Я одноклассница. Спасибо. За Бог вам здоровья. Вы куда дальше? А? Куда дальше? Еще не решили. Или Полтава, или Яныслава. Сумку успели хоть собрать что-то? Да, успели успели. Вчера там вечером собралась, а я к этим. Хватала пивом. Соседку убила, и мы вот уже. А где ее тело? Похоронили вчера. Вы хоронили сами? Да, конечно. В огороде где-то, да? А много вообще так вот людей остается еще там по соседству, да? Много еще остается, да. Люди не решаются выезжать, потому что у нас во всех очень тяжелое материальное положение. У нас в прошлом году мы с Сережей перенесли две операции. А представьте себе, за что мы? Пенсии очень маленькие. Но вас не бросят, не переживайте. Вам помогут. У нас две тысячи с половиной. И живи, как хочешь. Мы боимся. Мы из-за этого боялись. Дома есть, что покушать. Понимаете? Дома есть и картош. Да, все. Есть, что съесть. А ехать кудись и не знаешь, куды вообще. Это очень страшно. Ну, а это лучше, чем сидеть под дактей. Я с вами согласна. Вы знаете, у меня уже нервов немало. А ну, кого-то каждый день питает. Там бабушка собачка. Это ее пакет. А я в багажник гружу. А, пакет может бабушка. Это дедушка сейчас. Благодаря действиям, слаженным ДСНС, чрезвычайная служба по чрезвычайным ситуациям и полиции, никто не остается в одиночестве под обстрелами. Этот полицейский ежедневно ездит под обстрелами, чтобы спасать вот таких женщин, которые сами уже не могут передвигаться. Сколько вы там, сколько сидели там под обстрелами? Недель. Алексеевна тоже, с Центрального 27. Это бабушкина? Да, да, да. Не пройди, мне будет интересно. Ногу выправляйте. Давайте, только поднимите ноги. Давай, давай. Вот так, вот так. Ложите, ложите ноги. Лягайте, расслабьтесь. Выправляйте ножки. Мы вас простимаем для вашей безопасности, чтобы вам было безопаснейшей дикосы. Украина не оставляет своих граждан в беде. Каждый день организованы эвакуационные рейсы из самых обстреливаемых поселков вокруг Славянска на севере Донецкой области. Уехать могут все мест. Вот в этом автобусе, бронированном, достаточно. Тут же, сразу же, когда люди привозят более-менее безопасное место, организована медицинская, мгновенная медицинская помощь. Вот сейчас этого мужчину из поселка Карповка отправляют в больницу на обследование. Чем важна эвакуация? Тем, что, когда еще обстрелы не такие интенсивные, выехать проще. Людей, которые задействованы от полиции, от СНС, нужно меньше. И они себя подвергают меньшему риску. Но когда мы уже сталкиваемся с тем, как сейчас в райгородке или в Карповке, на эвакуацию 5-10 человек нужно задействовать еще порядка 20 человек со стороны полиции и ДСНС. В то время, когда эти люди могут быть полезными где-то в других местах. Они сейчас заняты тем, чтобы спасти тех, кто еще остается в маленьких поселках вокруг Славянска. Уезжает скорая вглубь тыла нашей страны. Внутри бабушки и дедушки, которые столкнулись лицом к лицу с войной России против Украины. Украинцы своих не бросают. Эвакуация продолжается. Из Донбасса Алексей Мацуко, Александр Шкотт, телеканал ЮА специально для марафона Freedom. Спасибо, Алексей Мацуки, нашему коллеге за оперативный такой подробный сюжет. К слову говоря, этот сюжет вы уже можете посмотреть в наших социальных сетях на YouTube-канале UATV Channel, также в телеграм-каналах телеканала Дом и телеканала Дом и информационного марафона Freedom. Ну что ж, далее переходим к оперативным новостям. В Черноморье количество вражеских кораблей, угрожающих ракетными ударами, выросло с двух до трех. Одновременно с тем отмечается, что десантных кораблей не наблюдается. Как сообщает оперативное командование ЮГ, россияне отвели, удалось россиянам отвезти свои два подбитых раптора от Змейного к пункту базирования в Севастополе с так называемыми остатками надежды их реанимирования. С остатками надежды, действительно. Россия может второй раз начать наступление на киевском направлении, об этом заявил представитель столичной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины. Андрей Ковалев, он отметил, что на границе с Белоруссией сконцентрированы новые подразделения российских военных, сформированы батальонно-тактические группы на территории Украины, постоянно запускают беспилотники. Так враг пытается вести разведку. Подробнее в материале наших коллег. Ожесточенная битва за Донбасс продолжается. Российские войска оккупировали уже 80% севера Донецка. Однако наши вооруженные силы пошли в контрнаступление и захватили в плен нескольких российских военных. Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки. Даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону. Захватили пленных. Сейчас посмотрим, что они расскажут. Шестеро. Не ставьте крест на северодонецке. За северодонецк будут биться до конца. Обстреливает враг всю территорию Луганской области. В Попасной продолжаются тяжелые бои. В Американском институте изучения войны сообщают, что российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск с юга и запада. Семь мирных жителей погибли от вражеского обстрела на Донбассе. Российские войска обстреляли Святогорскую лавру. Там погибли трое монахов. Не стихают обстрелы и в Николаевской области под прицелом врага и сам город. Российские войска бьют по нему из артиллерии. Несколько снарядов попало в спальный район Николаева. Повреждены две многоэтажки, четыре частных дома и хозяйственные здания. Вражеский снаряд попал в газопровод. По другому адресу поврежден водопровод. Два человека погибли. Оперативное командование ЮГ сообщает о том, что в акватории Черного моря ракетными ударами нашей стране угрожают уже три российских корабля. Также враг старается активизировать воздушную разведку на территории Одессы и области. Однако наши защитники делают все возможное, чтобы они не достигли успеха. Ведь одна из главных задач – защитить украинских детей. Они – это будущее страны. И самая важная работа для нас – это воспитать поколение детей достойными гражданами своей страны. К сожалению, российские оккупанты пытаются отобрать у наших детей счастливое детство. Но мы боремся за то, что и они, и будущее поколение никогда не увидели ужаса войны. Накануне вечером враг выпустил несколько крылатых ракет по нашим городам. Воздушная тревога звучала в каждой области. Взрывы прогремели во Львовской области. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Пять человек получили ранения. Ракетный авиаудар нанесла вражеская армия по Сумской области. Выпустили по меньшей мере шесть ракет. А на территорию Краснопольской громады с помощью беспилотников сбросили самодельные взрывные устройства. На фото можно видеть, как они выглядят. Детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху оперение от валанчика. Возможный радиус поражения 30-50 метров. А тем временем оккупанты начали подключать воду в Мариуполе. Теперь у горожан есть возможность помыться. Однако делать это приходится на улице, во дворах или сразу у дороги. Именно так и в такую погоду эпидемия из-за экспериментов уже стала реальностью. Мы видим подтверждения не только по уровню смертности, но и по другим косвенным последствиям. К сожалению, при отсутствии доступа и возможности эвакуировать мариупольцев, все они под угрозой. Продолжают свое контрнаступление наши вооруженные силы в Херсонской области. От российских оккупантов освободили уже 20 населенных пунктов. В Донецкой и Луганской областях наши вооруженные силы отбили 13 вражеских атак, уничтожили 27 единиц военной техники, 2 танка, 6 артсистем, 8 боевых бронированных машин, 4 вражеских автомобиля, 7 беспилотников типа «Орлан-10». Марьяна Кречиц специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.